Карандаш И всех ребят, и всех ребят Я научить рисунку рад Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля И всех ребят, и всех ребят Я научить рисунку рад Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Но только помни, хороши лишь острые Карандаши, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Но только помни, хороши лишь острые Карандаши, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Это поет волшебник по имени Карандаш Да-да, мой маленький друг, Карандаш-волшебник Он умеет рисовать оживающие картинки Нарисует птичку, она улетит Нарисует конфету, она оживет Это не значит, будто конфета поскачет по дорожке и замяукает Или запрыгает на ветки и зачирикает Нет, она из нарисованной станет настоящей конфетой Шоколадной с клубнично-вишневым вареньем внутри Или с бананово-кокосовой начинкой Это какую нарисуешь, такая и будет А я не верю чудесам Я все умею делать сам Я сам, я сам, я сам Любое чудо из чудес Не птичка, чтобы мчаться в лес Не рыбка, чтобы ее ловить Меня ничем не удивит Я все умею сам Я сам, я сам, я сам Удача это не улов На свете нет вернее слов Я сам, я сам, я сам Я не верю чудесам Я все умею делать сам Я сам, я сам А это поет железный человечек Мастер Самоделкин У мастера и ноги, и руки Из пружинок Он, когда идет, все время Подпрыгивает Попробуй сам ходить на пружинах Тогда узнаешь Ну, давай послушаем О чем говорят Самоделкин и Карандаш Эй, ты, подойди ко мне Да, что такое? Ты волшебник? Да, я все могу нарисовать И картинки оживут Понимаю, понимаю Кино, мультики-пультики Нет, совсем не кино Ну, вот хочешь, я сейчас нарисую Не может этого быть Картинки не оживают Волшебники никогда не врут Хочешь, я сию минуту нарисую Вот что-нибудь такое Например, конфетку Понимаю, понимаю Фокус, покус У тебя конфета в кармашке Ах, так? Ну, тогда я сейчас нарисую тучку И пусть она тебя дождем обрызгает Если ты ничему не веришь Не надо Я терпеть не могу дождик А-а-а От воды я ржавею А вот если ты в самом деле волшебник Так нарисуй Ну, что? Нарисуй лошадку Пожалуйста, пожалуйста Я даже нарисую двух лошадок Вот, смотри Раз, два, три, четыре, пять Мне лошадку нарисовать Не в альбом и не в тетрадку А настоящую с хвостиком Вот, пожалуйста, лошадку И карандаш на белой стене дома Нарисовал двух очень хороших Маленьких лошадок На них были мягкие седла И красивые уздечки С яркими золотыми звездочками Нарисованные лошадки Сначала помахали хвостиками Потом весело заржали И, как ни в чем не бывало Отошли от стенки Как настоящая Можно я покатаюсь На такой лошадке? Пожалуйста Пожалуйста Я для этого их и нарисовал Выбирай Выбирай себе лошадку И садись Самоделкину больше понравилась Белая лошадка Художнику досталась рыжая Они сели на своих лошадок И поехали путешествовать Должен тебе сказать, мой друг Путешествие волшебного художника И железного человечка Продолжается вот уже Много лет С тех пор, как вышла книжка Писателя Юрия Дружкова Приключения Карандаша и Самоделкина Из дома в дом Из города в город Из одной страны в другую Путешествуют Самоделкин и Карандаш И всюду, следом за ними Появляется, приходит сказка Даже в самый обычный Самый обыкновенный город Например, такой Вот послушай Сказка это Или не сказка На площади стоит Самый настоящий Никакой не сказочный Милиционер Мимо него спешат Обычные не сказочные Автобусы, троллейбусы Легковые машины Юркие мотоциклы Нетерпеливо тарахтят Пытаясь обогнать всех И убежать вперед И по этой улице Полной больших и малых машин Скакали две Симпатичные лошадки Одна была рыжая С белыми пятнами Другая белая С рыжими пятнами На лошадках Верхом сидели Самоделкин и Карандаш И пели Веселую песенку Ой, как сяду на лошадку Да лошадки Шоколоку ты Вези меня лошадка Без опаски Без заглядки Можно ездить на лошадке Мне пешком ходить не сладко Повезет меня лошадка Повезет меня лошадка И не волка И не шадка Ой, как сяду на лошадку Да лошадки Шоколоку ты Вези меня лошадка Мне пешком ходить не сладко Мне пешком ходить не сладко Нам пешком ходить не сладко Повезет меня лошадка Повезет меня лошадка И не волка И не шадка Карандаш, постой Карандаш, одну минутку Стой, 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 стой Кто меня зовет? Это я, сказочник Куда вы скачете? А мы с Самоделкиным едем в сказку Да, в веселую радио-сказку А начнется она, пожалуй, с того, что я... Я сейчас нарисую такое Да вот возьму, нарисую Человечка нарисую Человечка? Ну, это совсем нетрудно Я тоже умею рисовать смешных человечков Точка, точка, два крючочка Ручки, ножки, огуречек Вот и вышел Будет славный человечек Все было, как в сказке Мальчик Самый настоящий мальчик Мальчик сидел перед изумленным Самоделкиным Сидел и хлопал глазами Ай-яй-яй Нарисовал настоящего мальчика Но разве можно так легкомысленно поступать? А кто будет воспитывать ребенка? Смотреть за ним Кормить, одевать Ай-яй-яй-яй-яй-яй И карандаша Только нам тогда было Не до книжек Ну, что мы будем делать с мальчишкой? Он даже говорить Он даже говорить не умеет И вдруг на макушку Самоделкина Звонко упала капля Ты все-таки нарисовал эту противную тучку? Нет, я не рисовал Честное слово Не рисовал Хорошенькое дело Тучку не рисовал, а дождик начинается Мне кажется, недоверчивый Самоделкин Понемногу привыкает к чудесам волшебного художника Он отвел нарисованных лошадок на зеленый газон И привязал их к чугунной ограде А между тем Обыкновенная дождевая тучка нашла на город Прохожие с опаской поглядывали на тучку Поднимали воротники Спешили спрятаться кто куда В подъезды, в троллейбусы Только милиционер спокойно стоял На самой середине площади Милиционеры не боятся дождика Дождик, дождик, весело кричали мальчишки Загремел гром и хлынул дождик Не очень сильный, теплый Но все-таки мокрый Мальчик может заболеть Промокнуть, простудиться Друзья схватили прутью за руки И спрятались в кустах Капли дождя стучали в широкие зеленые листья Как в раскрытые зонтики Вода стекала по ним А в середину куста не попадала Там было сухо Зато на бульваре капли В одну минуту исколотили все дорожки Пустые скамейки Пушистые клумбы Динь-кап-кап Динь-кап-кап Но туча пошевелила Мохнатым краем И уплыла по своим делам Солнце искосо поглядело на дождик И он сразу перестал капать Прошел этот противный дождь Или не прошел Прошел Прошел, вылезай Нам сначала надо Прутика высушить Мне кажется, он весь промок Ой А где же мальчик? Ой, где же он? Он сию минуту был рядом Прутик Ну-ка, иди сюда Ну вот Ну вот, я так и знал Тебе нельзя доверять мальчика Надо его найти Он может попасть под машину Он такой маленький Ты когда-нибудь замечал Каким чудесным становится город После дождя? По улицам бегут Звонкие потоки воды По которым так хорошо Так радостно Шлепать босыми пятками Все вокруг Переливается в брызгах Машины весело бьют колесами По лужам Солнечные зайчики Гляшут по всему городу Мальчишки бегут С водой наперегонки Дождик прошел Дождик прошел Прутик бегал вместе с мальчишками Он смеялся Он колотил ножками по воде Он бежал за своей новой сандалькой Которая плавала Как самодельный кораблик Покачиваясь на волнах И по всем улицам Плыли кораблики Бумажные, деревянные Парусные, заводные Даже простые щепочки С тонкими мачтами Сотни корабликов Пущенных мальчишками В дальнее плавание Я, правда, не знаю Бывает ли такое В обыкновенном городе Сказка это Или не сказка Чудо Или не чудо Ты, пожалуйста Сам Реши Какие чудесные кораблики Я никогда так не увидела корабли Простите А почему сегодня Так много корабликов Неужели не знаете Нет, не знаю В нашем городе завтра будут Большие состязания корабликов Что вы говорите? Как интересно Простите, а где? На Большом пруду в зоопарке В зоопарке? Мой сын юный техник Он обязательно будет участвовать в состязаниях Обязательно Конечно, видите Так говорили между собой прохожие Разглядывая кораблики Машины уступали корабликам дорогу Милиционер останавливал движение на перекрестке Чтобы пропустить вперед стремительные кораблики Проте было очень весело Он подпрыгивал Плюх, плюх, плюх Плюх, плюх, плюх А, вот он Вот он, скверный мальчишка Прутька Прутька Иди сию же минуту домой Кораблики, кораблики Кораблики плывут Ты промочишь ножки Ты заболеешь Смотрите, кораблики Остановись Хочешь, я тебе сказку расскажу Только иди сюда Ой, какую сказку знаю Какую сказку? Вот, послушай Жил, был Маленький Непослушный Паровозик Не бегай по лужам, прусик Я не могу тебя догнать Кораблики Я хочу Кораблики Вы слышите? Мальчику нужен кораблик Кораблик мальчику Если мальчик не умеет мастерить кораблики Можно купить готовый Ну, конечно На реке у тихой набережной Плавает много разных корабликов И вместе с ними Настоящий плавающий магазин Такая большая лодка Продавец эти кораблики С очком вылавливает Кораблик Ой, я хочу кораблик Будет Будет у тебя кораблик Ну, конечно, будет Ах, как я устал бегать за тобой Идем домой А кораблик? Сначала высохнем Наденем теплые ботиночки Потом кораблик станем мастерить Карандаш Да Нарисуй нам, пожалуйста Новые ботинки Нарисую новые ботиночки А для меня инструменты Пару сосновых дощечек И разные винтики Ничего не поделаешь Придется мастерить кораблик Но сначала нам очень пригодился бы Какой-нибудь небольшой Небольшой дом Пожалуйста, пожалуйста Я нарисую дом Раз Раз, два, три Четыре, пять Дом легко нарисовать Полминутки подождете А потом Вот, пожалуйста И в дом войдете Карандаш нарисовал дом На желтой дорожке бульвара Ну да Да, нарисовал А не построил Ничего удивительного тут нет Каждый дом сначала рисуют На бумаге А потом строят Готово? Заходите! Перед ними стоял Новый дом С высокой Черепичной крышей Путешественники Вошли в дом Раздели прутика Растерли его Мохнатым полотенцем Который нарисовал карандаш Уложили мальчика В постель Волшебному художнику Пришлось поработать Мягкие кровати Одеяло Удобные стулья Круглый стол Румяные свежие булочки Чашки с горячим молоком Все нарисовал карандаш Самоделкин даже Удивляться перестал Таким чудесам Правда, он ужасно волновался Как бы не простудился прутик Мальчик ни за что не хотел укутываться Не хотел пить горячее молоко Если Если ты не будешь меня слушать Я не смастерю тебе кораблик Ну ладно Давайте ваше молоко Держи Ах, как я сегодня устал Я так хочу спать Ну конечно, конечно Мальчику пора спать Все ребята в такое время спят Прудик, не хлопай Не хлопай глазами Спи сию же минуту Но я не хочу спать Ты не умеешь воспитывать Самоделкин Надо ему показать пример Ой, какая вкусная булочка Карандаш-волшебник Съел румяную булку И выпил чашку молока Волшебники Тоже пьют молоко Потом, зевая во весь рот С головой залез под одеяло И крепко-крепко уснул А Самоделкин Стал рассказывать Сказку Пришла ночь И никто не заметил Необыкновенный дом Спрятанный под густыми листьями В самом тихом уголке бульвара Который назывался Голубым прохладным бульваром Только две маленькие лошадки Неподалеку привязанные К чугунной ограде Мирно щипали травку Помахивая Необыкновенными разноцветными хвостиками Самоделкин Самоделкин Забыли смазать колеса Трак-трак-тррик Он скрипел так жалобно и громко Что Самоделкин остроил его И, конечно, хорошенько сам смазал все двенадцать колес Паровозик Но паровозик начал скрипеть еще громче. Трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр. Ничего не понимаю, сказал во сне мастер самоделкин. И проснулся. В комнате было тихо. Луна светила в окно и шелестели над крышей лисия. В углу комнаты ласково тикали часы-ходики. Тики-так, тики-так, и не так, и не так. Самоделкин закрыл глаза, и тут на всю комнату послышалось трак-трик-трик. Это скреблась мышка. Самоделкин хотел уснуть, но мышка скрипела так отчаянно, что проснулись и карандаш, и прутья. Я боюсь, кто это? А? Что? Кто? Что? Что такое? Зачем ты нарисовал мышку? Я? Я не рисовал. Не рисовал мышку, честное слово. Не рисовал. Ничего себе, хорошенькое дело. Мышку не рисовал, а мышка скребется. Может быть, я нарисовал мышку? А где мышка? Я хочу посмотреть. Ребенок не спит. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Сейчас, сейчас я нарисую кошку. Взял и нарисовал кошку. Симпатичную, пушистую, серую кошку. В комнате сразу стало тихо. Мышка почему-то больше не скрипела. Самоделкин повернулся на левый бок и задремал. Нарисованная кошка. Мяу. Сначала прошлась по комнате. Потом услышала, как тикают часы, ходики. Тики-так, тики-так. И не так, и не так. Потом увидела, как подпрыгивает маятник на часах. Ей показалось, что это круглый черный мышонок с длинным тонким хвостиком. Она стала подкрадываться. Потом прыгнула. И маятник, и часы, и нарисованная кошка с ужасным грохотом и мяуканьем упали на пол. Я больше так не могу. Вот стола. Они втроем стали бегать за кошкой. Падали стулья, разбивались чашки, пока сама кошка не догадалась выпрыгнуть в окно. И зачем ты нарисовал кошку? Действительно, мальчик до сих пор не спит. Это никуда не годится. Надо спать. Ложись, прутик. Ложись. Ложись, мальчик. Самоделкин укрыл мальчишку одеялом и сам лег на свою кровать. Очень скоро ему опять начали сниться белые, черные, полосатые паровозики. А мы с тобой оставим пока наших друзей до следующей передачи. Но вот о чем я попрошу. Нарисуй все, что рисовал карандаш. Только, пожалуйста, не рисуй на стенах. Ведь ты пока еще не волшебник. Меня зовут карандашом. Я с каждым дружен малышом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Один, два, три, четыре, пять. Я все могу нарисовать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Один, два, три, четыре, пять Я все могу нарисовать Ля-ля, 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 ля Как поет волшебный художник Карандаш Ты помнишь, совсем нечаянно Он взял и нарисовал настоящего мальчика Я, правда, не очень этому верю Представляешь, что будет, если все научатся рисовать мальчиков Да еще таких, каких тебе хочется Нужен тебе маленький мальчик Взял и нарисовал Бери своего мальчика за ручку и гуляй Кто-нибудь захочет и нарисует мальчику Такие особые ладошки, незамарайки Или неразбиваемые, нецарапаемые коленки А чтобы мальчик не падал Случайно где-нибудь не оцарапался Нарисует его не бегающим, не прыгающим Послушненьким при послушненьким Чистеньким при чистеньким Хоть петельку пришивай к нему И вешай в прихожей на вешалке Перед прогулкой метелочкой обмахнул И повел на улицу Ну давай спросим у волшебника художника Одну милочку Карандаш Карандаш Итак, ты нарисовал настоящего мальчика Послушненького при послушненького А разве такие мальчики бывают? Самоделкин, разве такие мальчики бывают? Не знаю, какие бывают, но зачем ты нарисовал такого непослушного? Ну да, сначала наш Прутик не хотел умываться Потом не желал пить молоко И я ему даже сказал Если ты не будешь каждое утро умываться Если ты не будешь пить молоко Я не сделаю для тебя кораблик Прутик моментально выпил молоко И съел румяную булку А потом Самоделкин стал учить мальчика разговаривать Скажи моторчик Моторчик Скажи лампочка Лампочка Ты очень способный мальчик Я очень способный мальчик Тогда скажи вертолет Вертолет Просто замечательно Мы сегодня выучим самые хорошие слова Но через несколько минут Прутику стало скучно Вместо вентилятора Он говорил вертилятор А вместо лопатка Копатка Самоделкин, ну ты его замучил Нельзя так учить все в один день Мальчик все перепутает Ты мне мешаешь воспитывать ребенка Я тебе советую Ты сначала сам нарисуй такого мальчика Потом советуй Мне кажется, что у него даже голова заболела Заболела Ну-ка О, вот она горячая Заболела Просто ему жарко Просто ему жарко Жарко Ой, ну надо что-то придумать О, я нарисую снег Мальчику будет прохладней Раз, два, три, четыре, пять Надо снег нарисовать Он похож на творожок Белый В искорках снежок А между тем И в самом деле было очень жарко Цветы на бульваре перестали пахнуть Летнее солнце так нагрело улицы Каменные дома Что все окна в городе Блестели жарким огнем Автомобили фонтана ездили По городу поливали мостовые, тротуары, газоны, деревья Мальчишек А-а-а Чудо Чудо Смотрите Снег Вдруг закричали на бульваре мальчишки Настоящий снег Невероятно В самом деле снег Просто чудо Снег лежал чистый, прозрачный Белый-белый Очень холодный Рядом шуршали зелеными листьями Деревья На клумбах цвели горячими огоньками яркие цветы У продавщиц мороженого Таяло в ящиках эскимо А тут искрился на солнце Крепкий льдистый снежок Настоящий снег Какая радость У меня мороженое тает Ну, думаю, пропало Погибнет мороженое Вдруг слышу кричат Снег! Снег! Снег трогали пальцами Гладили Улыбались ему И все были рады Всем как будто стало прохладнее Продавщица мороженого Поставила ящик в свежий хрусткий снежок Потом вынула завернутую в серебряную запотевшую бумажку эскимо И дала карандашу, самоделкину и протику Берите, милый гостинчик Берите! Не стесняйтесь! Если бы кто-нибудь остановил ее в ту минуту И рассказал ей, какие беды принесет карандашу и самоделкину Эскимо на палочке К сожалению, никто ничего не сказал И карандаш мигом уплел мороженое и облизал палочку На бульваре, между тем, началось военное сражение Это мальчишки сначала слепили снежную бабу А потом стали играть в снежки Прутик тоже слепил снежок И собрался бежать к мальчишкам Но самоделкин вовремя схватил его за курточку Ах, разбойники, разбойники! Что это они вытворяют? Хочу к разбойникам! Костик, хочу к разбойникам! Сейчас же прекрати, Прутик! Нам с тобой пора делать кораблики! Ну, конечно, при слове кораблик Прутик сразу перестал вырываться Хотя снежная битва была в самом разгаре Самоделкин привел Прутика домой И стал мастерить кораблик Он строгал дощечки настоящим рубанком Он распиливал их настоящей пилой Сверлил, стучал, напевая знакомую песенку Любое чудо из чудес Не птичка, чтоб учиться в лес Не рыбка, чтоб ее ловить Ведь нас ничем не удивить Я все умею делать сам Я сам! Я сам! Я сам! Готово! 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 Чудесный получился кораблик! У него такие стройные мачты С веревочными лестницами Руль за кормой спасательной лодки На палубе каюты С открытыми иллюминаторами Капитанский мостик На тонкой цепочке якорь Величиной с рыболовный крючок Самоделкин, ты просто настоящий волшебник У меня так не получилось бы Волшебник! Волшебник! Дай мне кораблик Я хочу пускать кораблики Пошли на улицу Идем Я не верю чудесам Я все умею делать сам Я сам! Я сам! Я сам! Я сам! Я сам! А может быть, может быть, сядем на моих лошадок И поедем пускать кораблики? А на улице между тем было много ребят с корабликами Они спешили куда-то наряженные, как на праздник И все они увидели прутика Внимание! Через 35 минут На большом пруду зоопарка Начнутся испытания моделей кораблей Всех участников испытаний Просим подойти к пруду Повторяю Ребята побежали на другую сторону улицы Туда, где стояли высокие железные ворота С двумя каменными львами Над воротами ярко блестели на солнце большущие буквы Зоопарк Живые слоны Зубастые крокодилы Свирепые тигры Дорогие ребята Заходите, пожалуйста Ребята с корабликами сегодня проходят бесплатно Пока самоделкин и карандаш разглядывали такое необыкновенное объявление Прутик затерялся в толпе ребят и прошел через веселые ворота, подпрыгивая Все мальчишки, когда входят в зоопарк, почему-то подпрыгивают Прутик 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 Карандаш Да, да Ты не видел, куда он подевался? Наверное, там Где эти Свирепые тигры Зубастые крокодилы Чего доброго надумает Влечь в какую-нибудь клетку С дикими зверями Какой кошмар, ну что же делать? Непослушный мальчишка Бежим его искать Бежим, бежим Вот они Дикие звери Ой, как страшно На зеленой лужайке стоял огромный слон и помахивал серым хоботом Добро пожаловать, хотел сказать он Я большой, самые большие никогда не обижают Но у слона прутика не было Полосатый тигр ходил по клетке взад и вперед и думал Говорят, я похож на кошку Но это неправда Неправда Я не ловлю мышек Могущий лев, пойманный в пустыне Печально положив голову на лапы Лежал одиноко в пустынной клетке Бедный, как ему грустно Самоделкин Что? Надо нарисовать ему львенка Рисуй Я нарисую Раз, два, три, четыре, пять Надо львенка рисовать Какой очаровательный получился львенок Такой маленький, совсем как настоящий котенок Лев очень обрадовался Маленькие всегда приносят радость одиноким Потом Самоделкин и Карандаш заглянули к медвежатам, бегемотам, крокодилам, жирафам и попугаям Карандаш почему-то совал нос и в тележке с мороженым Как будто прутик мог залезть в тележку с мороженым Вот какой чудак этот Карандаш Всюду играла веселая музыка И никто не слышал, как вздыхал Карандаш у тележки с мороженым Внимание! На Большом Лебедином пруду начинаются большие состязания корабликов Юные мастера! Спешите! Спешите! Со всех сторон сюда шли и бежали ребята Над ними развивались настоящие морские флаги Музыка играла марши На мостике, построенном у самой воды Стоял настоящий морской капитан в белом кителе На синей глади покачивались могучие корабли Пароходы с трубами, ледоколы, подводные лодки Целый флот парусных кораблей Ветер шевелил паруса Но корабли стояли на месте Привязанные настоящими катушечными канатами Все мальчишки зачарованно глядели на парусные корабли Между тем капитан, стоявший на мостике Самый настоящий взрослый морской капитан Громко скомандовал Поднять якоря! Поднять якоря! Полный вперед! Полный вперед! Ребята на берегу отвязали канаты Загудели пароходы Вздрогнули кораблики И поплыли по тихой воде пруда к другому берегу Там их встречали дяди с красными повязками на рукавах Они смотрели по часам Какой кораблик скорее приплывет Смотрите! Смотрите! Чей-то кораблик обгоняет всех Он поворачивает! Видите? Парусные флегаты Яхты, бригантины мешают ему плыть Он обходит их Будто внутри кораблика сидят крошечные матросы Капитана рулевой Замечательный кораблик Смотрите! Никто не может за него гнаться! Ну еще немного! Давай! Давай! Это мой кораблик Мой Значит и прутик здесь Мальчик нашелся! Вы только поглядите! Кораблик подходит к пристани! Он бросил якорь! На мачке кораблика поднялся крошечный флажок Чей кораблик пришел первым? Чей кораблик? Вы не знаете сколько? Внимание! Просим того, кто смастерил кораблик номер один Подняться на капитанский мостик Победителю будет присвоено почетное звание Победителю вручат ценные подарки Это мой кораблик! Дайте дорогу мастеру! Дорогу мастеру! Это мой кораблик! Мальчик нашелся воду в ручках! Мой кораблик! Дайте мне подарки! Как тебя зовут, мальчик? Как твоя фамилия? Прутя Карандашкин Ты ученик или дошкольник? Ты кто? Я очень способный мальчик Ты сам сделал кораблик Победителем признается тот, кто смастерил кораблик сам Понимаешь? Сам Конечно, сам Да, я сам сделал кораблик За этот кораблик тебе присвоено почетное звание Ты, юный техник Приветствую и поздравляю! Ура! Гражданин, стоявший поблизости, поглядел на Самоделкина и укоризненно покачал головой Как стыдно, молодой человек! Вы решили присвоить себе чужую славу! Нехорошо! Нехорошо! Ай, как нехорошо! Стыдно! Да вы знаете! Не верно! Капитанский мостик окружили фотографы, представители общественности, журналисты Все хотели разговаривать с победителем Ему давали бесплатные билеты в самые лучшие кинотеатры города На детские утренники Дворец юных техников прислал сюда чрезвычайного и полномочного представителя С ответственным заданием пригласить победителя в гости Над мостиком повис большой вертолет с яркой надписью на борту Привет победителю! Приглашаем прутью Карандашкина совершить почетный полет над городом! Летчики спустили веревочную лестницу Настоящий морской капитан поднял на руки счастливого мальчика И передал его летчикам Прути! Прути! Мы тебя искали! Но мальчик просто не заметил железного человечка Вертолет унес прутика в солнечное высокое небо Ах, карандаш, карандаш! Зачем ты нарисовал мальчика? Ой, а где же карандаш? Он только недавно был рядом Ах, карандаш! Простите, вы не видели карандаша? Нет, нет, не видела Благодарю вас Встревоженный Самоделкин выпрыгнул из толпы Побежал налево, потом направо И тут он услышал чье-то жалобное похрипывание Карандаш! Карандаш! Карандашик! За широкой садовой скамейкой он увидел карандаша Перед ним лежала целая куча палочек от эскимо Это карандаш хотел сказать Я тут Противный карандаш! Карандашка! Ты заморозился Ты объелся мороженым, глупый карандашка! Ну, кто? Кто тебе дал столько мороженого? Это карандаш хотел сказать Я нарисовал Я нечаянно Я больше не буду Но он простудил горло И голос у него пропал Прекрати! Тебе надо выпить горячего молока Это очень помогает при простудах Пойдем домой Непослушный Гадкий Скверный Карандашка! Нет, нет, нет Угоди! Угоди! Карандаш, вздыхая, поплелся домой Слон качал головой Ай-яй-яй-яй-яй-яй Лев ничего не заметил Он играл в кошки-мышки с маленьким львенком Самоделкин привел карандаша домой Уложил в постель Нужно было позвонить по телефону И позвать скорую помощь Но в доме не было телефона Бедному карандашу стало совсем плохо Волшебник заболел У него была высокая температура И ему казалось, что в доме очень холодно Он дрожал и стучал зубами Самоделкин задвинул шторы на окрах Укрыл карандаша всеми одеялами Даже подушками Ничего не помогало Самоделкин решил набрать сухих листьев для печки Он вышел из дома и стал собирать опавшие листья Глупый карандашка Не мог нарисовать электрическую плитку Глупый карандашка Но ворчал Самоделкин просто так Ему было очень-очень грустно И чтобы не заплакать Он притворялся таким сердитым А карандаш лежал в темной комнате И бредил Когда больные бредят Они все говорят неправильно Два Дважды два Семь Три 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 Пять Семью Семь Девять Он потерял сознание Пожалуйста, не шумите Когда больные теряют сознание Они могут встать и что-нибудь делать Но все неправильно Карандаш вылез из-под одеял и подушек Взял свою кисточку и краски Подошел к стене И начал рисовать Не понимая, что рисует Семью Семь Пять Один Разбойник Два Разбойника Самоделкин Где же ты? Беги скорее домой Не давай больному карандашу рисовать Но Самоделкин собрал здоровенную охапку листьев И с трудом нес ее домой С такой охапкой бежать никак нельзя А карандаш нарисовал на стенке страшного разбойника Пирата с большим кривым ножом С двумя пистолетами за поясом И с черным разбойничьим флагом Нарисованный пират подмигнул карандашу со стенки Свернул черный разбойничий флаг И спрятал его в карман Я пират буль-буль Хе-хе Карамба Но больной художник ничего не заметил Он рисовал другого разбойника В сером плаще с поднятым воротником С черной маской на глазах Я тоже разбойник Чики-брики И тут с кисточки упала на стенку Большая черная клякса Очень похожая на собаку В дверь, шурша листьями, вошел Самоделкин Он бросил охапку на пол И стал укладывать карандаша в постель Бедный, бедный мой карандаш Самоделкин даже не заметил Как от стенки отошли две темные тени Как неслышно скользнули они В приоткрытую дверь На темный ночной бульвар А за ними убежала третья маленькая тень Похожая на собаку Деревья глухо шумели На бульваре Самоделкин закрыл дверь И затопил печку Теплый огонь осветил комнату Листья в печке потрескивали Пламя прыгало И свет по стенкам прыгал Карандаш уснул А Самоделкин сидел у печки И горько-горько вздыхал Бедный карандаш Мой маленький друг Я не могу больше рассказывать Я должен подумать Как вылечить волшебного художника Я что-нибудь обязательно придумаю А ты, пожалуйста, нарисуй этих разбойников Чтобы я увидел, какие они Страшные или не очень страшные Боятся нам их или не боятся До свидания КОНЕЦ Вы слышите? Знакомая мелодия Но почему никто не поет эту песенку? Почему не слышно веселого художника-карандаша? Я вижу печального Самоделкина Самоделкин, скажи нам, пожалуйста Как чувствует себя волшебный художник? Он болен Он простужен А я Я должен обязательно где-нибудь найти Горячее молоко Я побегу Я найду горячее молоко Самоделкин убежал А на пустынной улице города Появились два никому не знакомых Мрачных человечка И одна никому не знакомая собака Я никогда не видел их в нашем городе Один из них с большой рыжей бородой С большим кривым ножом И двумя пистолетами за поясом А другой в сером плаще С поднятым воротником И с тонким, длинным, как морковка, носом Мы разбойнички, души, губчики Чики-брики, кораблоком вас Если нам попадетесь, голубчики Будет жалко нам бедненьких вас Ой, как жалко нам вас Ой, как жалко нам бедненьких вас Мы разбойники, мы грабители Нет на свете пиратов, лютей Уважаемые родители Прячьте, прячьте скорее детей Скорее детей Ну, позвольте Я слышу волны гудят Неужели море? Неужели море? Ой, водичка Плюх-плях Пиф-поф Ой-ой-ой Волны плещут Волны А я, я не какой-нибудь обыкновенный разбойник Я пират Я знаменитый капитан Буль-бун Я умею командовать Лево руля Есть Право руля Пиф-поф Ой-ой-ой Эх, по море По волнам Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Для того, кто умеет подглядывать А ну-ка Погляди Вокруг Нет ли где-нибудь в тумане Хорошего Крепкого Пиратского корабля Ой-ой-ой-ой Кораблики Я вижу кораблики На воде кораблики Игрушечные Много разных корабликов Хе-хе-хе-хе-хе-хе Какие-то глупые деревяшки Щалки и паршивые Скорубки Ни одного Настоящего корабля Какая Насмешка над нами Ты в пар А мы их Камешками 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 Вот Вот Камешками Игрушечные Игрушечные Пив Папа Вот Я им покажу Кораблики Тяжелый Камень Право Я не могу Честное слово Не хочется Видеть И Рассказывать Как разбойники Топили В городе, между тем, начиналось утро, и в прохладном утреннем воздухе пахло свежеиспеченным хлебом. На улицах появились первые машины-фургоны с надписями на кузовах «Свежий хлеб». Кто не знает, как необыкновенно пахнет свежий хлеб. Самоделкин в это время стоял на соседней площади и не знал, что ему делать. Он еще не придумал, как вылечить карандаша. Бам-бам-бам-бам, пробили часы на городской башне, на крышах под крышами, на балконах. Проснулись голуби, захлопали крыльями Они как сизое облако спустились на площадь Ходили по ней важно Как будто площади в городах делают не для кого-нибудь А только для голубей Но тут со всех сторон к площади подъехали грузовики Похожие на вагоны, окрашенные в разные цвета Из кабин вышли недовольные люди в халатах И замахали руками на голубей Кыш, кыш Голубиные стаи носились над площадью Взлетали, опускались на мостовую Как только кто-нибудь переставал махать И мешали проезду машин Мы не можем так больше работать Надо что-то придумать Конечно, конечно Я булочник, я везу хлеб Скоро откроются магазины Горожане придут за хлебом А я не успею привезти свежий хлеб А я везу молоко Скоро проснутся дети Им никто не сварит вкусную манную кашу Я не успею привезти молоко в магазин Мы не можем так больше работать Надо что-то придумать Об этом пишут все газеты Ученые думают, думают И ничего не могут придумать Ну как же быть? Это неправда Я придумал Кто это? Это, наверное, какой-нибудь ученый-изобретатель Я его давно заметил Он стоит и о чем-то все время думает Я придумал Вам не надо будет кричать Кыш, кыш И махать руками на голубей Дайте мне проволоки Деревянных палочек Пилу, молоток Отвертку Винты Клещи Разные тряпочки Что надо сделать? Я покажу вам Я блотник! Да я же сам помогу тебе работать Ну пожалуйста А я дам материю на лоскутки Я везу ткани в модный магазин Мы тоже будем вам помогать Конечно, мы все будем помогать Конечно Бери, работай Мы все будем помогать На другой день в газетах было напечатано Вчера утром неизвестный талантливый конструктор Изобрел то, о чем так долго мечтали все водители машин и милиционеры Каждый гражданин может кататься по городу Не боясь наехать на голубя или воробушка На всех машинах будут установлены махатели Махатель так называется изобретение, о котором говорит весь город Махатель состоит из простой деревянной рейки На конце рейки привязана тряпочка Две проволочки соединяют рейку с двумя дворниками на переднем стекле машины При движении мотор тянет проволочки то налево, то направо И рейка машет лоскутиком Техники поражены простотой конструкции Все это было напечатано в газете на другой день А пока Самоделкин бегал от одной машины к другой Показывал, подкручивал, привязывал, давал всякие советы А я не верю чудесам Я все умею делать сам Я сам Я сам Я сам Ровно через полчаса работа была кончена Все благодарили Самоделкина, жали ему руки, приглашали в гости Удивительно Необыкновенно Вы замечательный мастер Примите, пожалуйста, мой маленький подарок Свежие булочки, вот, румяные, аппетитные И в гости обязательно ко мне Рыбки, рыбки, молодой человек, возьмите рыбки малосольные, рыбка Да, вы необыкновенный мастер, молодой человек, необыкновенный Необыкновенный рыбок с булочками Это великолепно Примите, пожалуйста, и мой подарок Свежее молоко, густое, душистое Да, необыкновенное Молоко, 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 это чудесно, большое вам спасибо Я согрею молоко, я дам карандашу выпить горячее молоко Зеленщик принес фрукты, кондитер пирожные и конфеты Плотник подарил Самоделкину тележку для всех этих подарков Самоделкин каждому говорил спасибо Только мороженое ни за что не хотел он брать И мороженщик даже немного обиделся Автомобили, оснащенные махателями, свободно разъехались в разные стороны Ух, какая тяжелая тележка Ну, ничего, я все умею делать сам, 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 сам Я все умею делать сам, сам Самоделкин медленно покатил тележку с подарками домой А между тем на дальнем углу площади стояли два сердитых разбойника Они смотрели на тележку Самоделкина, глотая слюнки Смотри, этот негодяй уходит И я не могу ограбить его Почему? Почему, почему, почему почтенные храбрые разбойники Никогда днем не грабят В книжках так не бывает Этому замокрышке, железному чучелу Столько продуктов, пив, па Ой-ой-ой-ой, а нам с тобой ничего Ничего Хоть бы корочку дали Хоть бы корочку дали В эту минуту я съел бы жареную акулу Целиком с косточками Ой, ты знаешь, у меня такое впечатление, будто я никогда ничего не ел Не будь я знаменитый капитан, буль-буль А мы и вправду никогда ничего не ели Нас буквально только что нарисовали Я сам подглядел Как? Нарисовали? А вот так Волшебный художник по кличке Карандаш Меня? Нарисовали? Пив, па, фу, ой-ой-ой Ой Что? Я придумал, я придумал, что нам делать Что? Надо схватить, поймать волшебного художника И заставить его рисовать все, что нам хочется Мы не будем изобретать там всякие махатели Ничего не будем делать Ничегошеньки И у нас будет все Карандаш нарисует все Ты хорошо придумал Красота, хорошо Надо спешить вперед к дому Карандаха Скорей, скорей, скорей Уху Мы разбоечки, души, губчики Чики-брики, караба, капас Если нам попадетесь, голубчики Будет жалко нам бедненьких вас Ой, как жалко нам бедненьких вас К маленькому дому, где жили Карандаш и Самоделкин Подошел доктор в белом халате Он все время оглядывался по сторонам и прислушивался А-а-а, вот он, вот он Хе-хе-хе-хе, жалкий Карандашишка Спит? Хе-хе-хе-хе Пока твой попрыгунчик тащится с тележкой Мы тебя Хе-хе-хе-хе Вылечим Возьмем мохнатое полотенце И туго завяжем тебе рот Вот так Вот Хе-хе-хе А теперь свяжем руки и ноги Вот так И так Вы кто? Я? Я, 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 я доктор Я настоящий доктор А что вы делаете с карандашом? Глупый мальчишка Я его лечу Лечите? Да А можно мне посмотреть? Ни в коем случае, ни в коем случае Иди погуляй, а я тебя потом позову Иди, иди Хорошо Я не буду вам мешать Я тихонько буду сидеть Какой невежливый, несносный мальчишка А почему? Что-что? А почему карандаш связанный? Хо-хо-хо-хо Невежа! Больным же нельзя разговаривать и шевелиться Слушай, лучше скорее беги в аптеку И попроси лекарства Хорошо, да-да Не то наш бедненький, хорошенький, карандашоночек умрет Что вы, не надо, не надо Да-да, и никогда, никогда не попробует пирожное, которое ты ему привез Вы скорее скажите, какое надо взять лекарство, и я побегу в аптеку Попроси лекарства Бура-мура-дура-пыр Да-да, конечно, мура-пыр Да нет, бура-мура-дура-пыр Бура-мура-дура-пыр Да-да, я побежал, побежал Бура-мура-дура-пыр, твердил про себя самоделкин, вприпрыжку несясь по улице Он повернул за угол и с разбегу налетел на незнакомого человека с огромной рыжей бородой Проклятие Простите, пожалуйста Как ты смеешь бросаться на уважаемых честных людей? Я нечаянно, пожалуйста, простите Ой, я забыл Я забыл, как называется лекарство Спрошу у доктора Стой! Какое тебе лекарство? Да тебе говорят, стой, то стой же ты, ну! Самоделкин добежал до дома и чуть слышно приоткрыл дверь В это время доктор, не замечая Самоделкина, зло пыхтел, стараясь взвалить себе на плечи связанного по рукам и ногам карандаша Самоделкин все понял Он вскрикнул, схватил железную кочергу и трахнул доктора по ученой голове Доктор взвыл, бросил карандаша и как он побежал! Он обогнал четыре троллейбуса, два мотоцикла, шесть велосипедов, одну легковую машину и четыре грузовика Сейчас, сейчас, милый, карандашик Затопим печку, скипятим молочка Ну, кто, кто, кто меня завязал? Ты, ты молчи! Дай честное слово, что ты не будешь разговаривать, тогда я тебя развяжу Ну, 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 ну вот, теперь развяжем тебя Вот, вот, так, нальем в чашечку Вот Ну, выпей горячего молочка Умница. Умница, Карандашик. Ну, теперь скажи. Молодец. А теперь скажи. Молодец. А теперь скажи. А чего ты ко мне пристал-то? Да ну тебе. Я совсем здоров. У меня вот теперь вообще ничего не болит. А где мальчик? Где прутик? Прутик он... Ты, наверное, разрешил ему поиграть с ребятами, да? Да, ну... Надо скорее позвать его и накормить пирожными. Идем, Самоделкин. Идем. Если вы желаете узнать, где продают билеты на Луну, где записывают мальчишек на ракеты, если вы хотите узнать, кто сильнее, слон или кит, подойдите к справочному бюро. В каждом городе на улицах стоят такие стеклянные булочки, похожие на фонарики. Это справочное бюро. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как нам найти мальчика прутик? Да, он стал юным техником. В нашем городе 47 275 юных техников. Сколько ему лет? Ему два дня. Вы шутите. Я на шутки справок не даю. Спешите в магазин игрушек. Там юных техников много. Посмотрите, какая там чудесная витрина у магазина игрушек. Правильно, правильно. Скорее пойдем в магазин. Скорее в магазин. Пойдем, пойдем, пойдем. За большим, чистым, как зеркало, стеклом витрины сидел игрушечный серый волк с разинутой пастью. Он хитро поглядывал на игрушечную красную шапочку. Она держала в одной руке маленькую корзинку, а в другой букете кромашек. Карандаш и Самоделкин вбежали в огромные двери магазина, даже не заметив, как за ними следом шмыгнули мрачные злые разбойники. В магазине было шумно. Кричали заводные петухи, пищали резиновые зверушки, играли гармошки. Маленькая прутья каждую минуту мог появиться в магазине. А разбойники шныряли среди покупателей, прятались то за колонной, то за широкой спиной дяди с чемоданами, то за гражданкой с авоськой. От нас не уйдете. Попались, голубчики. Извините, пожалуйста, уважаемый продавец. Мы ждем Прутика. Вы не видели Прутью? Он юный техник. А что он мастерит? Он не любит кораблики. Кораблики? Тогда бегите на тихую набережную. Там ребята испытывают игрушечные пароходы. Благодарю. Пожалуйста. Карандаш и Самоделкин пробирались к выходу. Разбойники, толкая покупателей, бросились догонять их. Но попробуй догони кого-нибудь в магазине. Кругом люди. Все идут в разные стороны. Спешат. Разбойники выскочили через какую-то дверь на улицу. Но, оказывается, это была совсем не улица. Перед ними стояла игрушечная красная шапочка. Серый волк хитро поглядывал на них и скалил зубы. Эй, это витрина. Витрина. Ну да, мы попали на витрину. Ой. Скорей назад. Скорей. Но маленькая дверь, задетая плечом пирата, захлопнулась, как только разбойники вбежали на витрину и закрылась на замок. Эй, мы в западне. Я разобью проклятую стекляшку. Стойте, стойте, капитан. Смотрите, карандаши с самоделки идут по улице. Они приближаются к витрине. Они могут нас заметить. Тихо. Я, кажется, что-то придумал. А ну, говори. Я сорву с этой гадкой девчонки красную шапочку. Ага. Фарту, чак. Корзинку. И напялю все это на себя. Так, 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 так. А вы, капитан, вот, вот, капитан, замотайте шарфиком вашу бороду и станете охотником. А я, хи-хи-хи-хи-хи. Я буду огорацной шапочкой. Капитан Бульбуль вытащил свой огромный старинный пистолет, направил его на волка и замер, как будто бы он игрушечный охотник. Ой, смотрите, смотрите, что он игрушечный охотник Раньше его не было Это новая игрушка, интересно, сколько она стоит Ой, какой храбрый охотник, совсем как настоящий Ну, силый волк, берегись Карандаш и самоделкин прилипли носами к стеклу витрины Они тоже не могли пройти мимо Какая страшная красная шапочка А почему это у маленькой красной шапочки нос морковкой? Карандаш, все девчонки любопытные Поэтому нос у нее вырос такой длинный И тут муха Самая обыкновенная муха села на длинный, как морковка, нос красной шапочки Красная шапочка не вытерпела, сморщилась и чихнула так, что муха пулей отлетела прямо в глаз охотнику Здравствуйте, почтенный доктор! Как поживает ваша почтенная шишка? Разбойники в бешенстве кинулись вперед Бум! Крепкое стекло ударилось, а не крепкие лбы разбойников И они шлепнулись на пол До свидания, до свидания Счастливо оставаться Пока, малоуважаемый доктор Не скучайте, будьте здоровы Мой маленький друг Я должен расстаться с тобой до следующей передачи Но я хочу, чтобы ты нарисовал мне конструкцию махателя Как он машет разноцветной тряпочкой и отгоняет голубей Мне тут не все понятно Жду твоих рисунков До свидания Ой, как сяду на лошадку Да в лошадке шапка лотку Ты вези меня, лошадка Без опаски, без заклятки Можно ездить на лошадке Мне пешком ходить не сладко Повезет меня лошадка Повезет меня лошадка И не балка И не шатка Как поют наши друзья Волшебный художник и мастер самоделки Они спешат к широкой голубой реке Туда, где плавает Вы когда-нибудь видели плавающий магазин? Пожалуйста, не удивляйтесь Я вам о нем расскажу Большая нарядная лодка Вся украшенная флагами Тихо плавает по самой середине реки Там, где через нее перекинут радужный мост Ветерок шевелит яркие флаги на лодке На них подвешены бубенчики Бубенчики звенят, как новогодние стеклянные сосульки В лодке сидят горластые мальчишки Машут руками, шумят на всю речку Дайте, пожалуйста, вот этот кораблик с красной трубой Ну что ж, держи Товарищ гранавер, а мне, пожалуйста, вон тот Вон белый кораблик Получай Счастливого плавания Спасибо А мне черный кораблик с двумя трубами Ну что ж, на, держи Попутного ветра Жилой усатый дядя, похожий на моряка Вылавливал из реки простым сачком заводные пароходики Стряхивал с них воду и подавал мальчишкам по выбору Кто какой просил С высокого радужного моста из берега на лодку смотрели другие нетерпеливые мальчишки Наша очередь выбирать пароходики, наша! А когда же лодка придет за нами? Вот видишь, видишь, Самоделкин, прути среди мальчишек нет Может быть, он в лодке, но лодка далеко С берега плохо видно Прутик! Прутик! Им никто не ответил На них никто не обращал внимания Все глядели на лодку, на которой висел цветной плакат Плавающий магазин продажа заводных пароходиков Усатый дядя, похожий на моряка, ворчал, поглядывая на воду и на кораблики Ничего не понимаю Кто-то ночью топил кораблики Вот эти, вот эти плавают кверху дном Некоторые пошли на дно Пираты, что ли, тут хулиганили Да что вы, дяденька-продавец Пиратов не бывает Это в кино или в книжке, а так не бывает Да, бывает, не бывает А вот кораблики потоплены Послушай, карандашик, я знаю, что делать Да? Да Нарисуй большой кораблик Если прутья в лодке, он увидит кораблик и сразу попросится на берег Молодец, Самоделкин, я так и сделаю Надо просто корабль поставить на воду, а на воде рисовать нельзя Ой, Самоделкин, ну придумай что-нибудь На воде рисовать нельзя Самоделкин, придумай что-нибудь Самоделкин, придумал А ты нарисуй сначала веревочку Так Я спущу тебя вниз И ты будешь рисовать прямо на каменной стенке берега Пожалуйста Вот и веревочка Вот, привязывай, привязывай меня Так, так Осторожно Так, опускай Осторожно Один, один, два, три, четыре, пять Кораблик буду рисовать Я скучаю на земле О плавучем корабле Молодец, карандашик! Никто не видел, как рисовал карандаш Но зато, когда на речные волны лег необыкновенно красивый парусный корабль Все мальчишки на берегу, в лодке, на мосту Ахнули в один голос А лодка медленно поплыла к берегу Смотрите, смотрите кораблик Чей кораблик, чей? А я знаю, тут кино будут снимать Какое кино? Про моряков Ну да, конечно Вот это корабли! Вот это корабли! Ух ты! Все торопились посмотреть на корабль У самой реки рабочие строили новый дом Им сверху все хорошо было видно Паруса на корабле были спущены Якорь на железной цепочке брошен в речную воду Медные настоящие пушки сверкают на солнце На корме горят золотые буквы ПРУТИК Корабль гордо покачивался, готовый отправиться в любую минуту В самое далекое плавание, даже в кругосветное Карандаш улыбался от радости Самоделкин прыгал от восторга Ой, какой кораблик! Какой кораблик! Вот обрадуется наш мальчик! Да, обрадуется! Нарядная лодка тоже подошла к причалу Ребята, как лягушки, повыскакивали на берег Побежали туда, где стоял чудо-корабль Но прутика среди них не было Усатый дядя, похожий на моряка, постоял одиноко в своей лодке Подумал-подумал, махнул рукой Повесил на лодке небольшую табличку Выходной день Эк, невидаль, кораблик! Да мы не такое видывали Не в такие волны поплёвывали Дяденька моряк Да? Вы не встречали прутью? А на каком таком корабле служит ваш прутья? А он разве служит? Он юный техник Ах, юный техник Если хотите поймать вашего прутью Ступайте завтра на весенний проспект На весенний проспект? Да, да, да Ровно в полдень там начнётся парад юных техников А по набережной шёл народ посмотреть на диковинный корабль Мальчишки ну просто висели на каменных перилах Лёгкий деревянный трап-лестница был перекинут с берега на корабль По такой шаткой лесенке мог пройти, конечно, только бывалый моряк Среди мальчишек бывалого моряка не оказалось А между тем кусачья клякса вела разбойников к тихой набережной по следам карандаша и самоделки Что я вижу? Настоящий корабль И фа, фо, ой, ой Пушки! Настоящие пушки! Пушечки! Бамбушечки! Бамбушечки! Смотрите! Вон идёт капитан корабля! Покажи, покажи! Где капитан? Он рыжий бородой, как у морского пирата. Бывалый моряк, сразу видно. Дядя, вы настоящий капитан, да? Да-да, конечно, я капитан, капитан. А ну, давай мне дорогу, скорей, на палубу. Ребята, со мной! Ты на палубу, ты на палубу! Наконец-то я на корабле! Мой корабль! Мой! Ура! Ура! Вера! Карамба! Каждый настоящий морской разбойник всегда выкрикивает на корабле непонятные слова. Иначе какой же это морской разбойник? Лево руля! Право руля! Карамба! Лево руля! Право руля! Это кто? Кто командует? Это кто еще командует, а? Лево руля! Право руля! А ну, кыш отсюда! Нечего глазеть, брысь! Разойдись, народ! Не мешайте работать, граждане! Работать не мешайте! Взрослые пошли по своим делам, а мальчишек увели прибежавшие сюда мамы и папы. Мальчишки шумели, показывая пальцами над переодетого красной шапочкой разбойник. Разбойник. Еще наберут на корабль! А нас не берут! Не почешно! Когда набережная опустела, морские разбойники подняли на корме пиратский флаг с косточками. Всем разбойникам нравится такой флаг. Мохнатой кляксе тоже понравились белые косточки. Мы разбойнички, души, губчики, чики-брики, кораблоком вас. Если нам попадетесь, голубчики, будет жалко нам бедненьких вас. Ой, как жалко нам вас! Ой, как жалко нам бедненьких вас! Мы разбойники, мы грабители, Нет на свете пиратов-глютей. Уважаемые родители, Прячьте, прячьте скорее детей! Скорее детей! Но где же наши друзья? Веселый Карандаш и мастер Самоделкин. Усатый дядя, похожий на моряка. Тот самый, который продавал золотые пароходики, накормил Карандаша и Самоделкина вкусным обедом и с ними вместе пошел в метро. На длинной бегущей лесенке чудесеньке втроем они спустились в подземную станцию, вошли в голубой длинный-длинный поезд и начали кататься. На станции под названием «Лесные ромашки» усатый дядя, похожий на моряка, вышел, пожав на прощание руки нашим друзьям. А Карандаш и Самоделкины побежали разглядывать подземный дворец. Они смеялись от радости, хлопали в ладоши и подпрыгивали. Ой, красота! Ай, какая красота! Мне тут очень, очень, очень все нравится. Я нарисую тут вот живые цветы на клумбах, живые пальмы с кокосовыми орехами, с орехами, да, фонтаны с настоящими золотыми рыбками, павлинов и попугаями. Попугая! Да, я обязательно все это нарисую. Вот у меня кисточка, вот. Ой, где же они? О, в этом кармане краски! Так рисуем сначала пальма. Молодой человек, молодой человек, не пачкайте стены. Сотрите немедленно, чтобы на моем дежурстве ничего подобного не было. Трогая какая. Да. Надо рисовать ночью, когда никого не будет. О, правильно, правильно! Будем рисовать ночью! Поэтому самоделками карандаш катались на метро до самой ночи. Они выбегали на каждой станции, садились на другой поезд, ехали неизвестно куда, совсем не подозревая, что где-то рядом за ними гонится, разыскивает их пронырливый разбойник Дырка. Граждане, дальше поезд не пойдет. Метро закрывается. До свидания. Спокойной ночи. Карандаш и Самоделкин вышли из вагона, тайком залезли под какую-то скамейку и не гугу. На станции было темно, как вечером на маленькой городской улице. Лампочки погасли, горели только самые неяркие фонарики. Пора. Никого нет. Ой, как темно! Жуть! Ой! Не бойся. Это всего-навсего эхо. Пожалуйста, не бойся. Бойся! 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 Ой! Кто это нас пугает? Не обращай внимания. Давай рисовать. Страшновато! 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 Кто там? А-а-а! Попались, голубчики! Вот вы где! Давненько, давненько я за вами бегу. Руки вверх! Бежим! Карандаши! Бежим! Стой! Кому говоришь, стой! Бежим! Стой! Стой! Стрелять буду! Стой! Бах! Бабах! Пуля попала в ночную лампочку. Лампочка разлетелась на мелкие кусочки. Стало почти совсем темно и очень страшно. Куда же вы, ребята? А, куда же вы? Это, стойте, ребята, стойте! Стойте! Вам говорят, ну, куда же вы? А куда же я же пошутил? Бежим! Стойте! А, стойте! Ой! А где же они? Ау! 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 Вот они где! Я пошутил! Стойте! Приветик вам от капитана! Да стойте! Ну, где вы? Ай! Ау! Эта дырка шагнул в сторону и упал с перона. Проклятье! Все равно не уйдете! Я вас догоню! Наши герои бежали всю короткую подземную ночь к следующей станции в черном туннеле, по которому днем так весело катились поезда. Где-то наверху, на земле, рано утром подошел к станции монтер. Он вынул из кармана ключи и стал отпирать большие двери. Как раз в ту минуту, когда Самоделкин и Карандаш бежали по лесенке-чудесенке наверх, перескакивая со ступеньки на ступеньку. По ночам лесенки в метро сами не двигаются. Разбойник прыгал за ними, стараясь поймать кого-нибудь за ноги. Стойте! Стойте, вам говорят! Станция заперта! Бежать некуда! Не спешите! Не спешите, гордкие мальчишки! Ах, я запихаюсь! Ох, как устал! Ах, как мне вас жалко! Вот! Вдруг на станции стало светло-светло. Это монтер включил свет. Неподвижная лесенка-чудесенка, на которой был разбойник, неожиданно побежала вниз. Какие глупые шутки! Хулиганство какое! Помогите! Остановите! Караул! Но лесенка-чудесенка понесла разбойника вниз, подальше от наших измученных друзей. Они вышли на улицу. В городе начинался новый хороший день. Вся улица была украшена разными флагами. На станции метро висел огромный плакат. Ребята, в нашем городе сегодня большой праздник юных техников. Каждый мальчик и каждая девочка могут принять участие в празднике. Кто соберет больше металлического лома, тот станет победителем. Ровно в 12 часов на весеннем проспекте начнется парад юных техников. А через одну минуту после парада вручение наград победителям праздника. Игры, кино, веселые концерты. Вот, видишь, видишь, какой плакат? Мы найдем нашего мальчика прутью. Да, только давай посидим немножко, а то я устал. Правильно, давай посидим. Ноги у меня тоже не железные. На дороге сидеть неудобно, поэтому карандаш и самоделкин забрели в маленький, но густой сквер, залезли в кусты и легли на мягкую теплую траву. Ой, я, кажется, засыпаю. Я тоже. Но мы с тобой можем проспать весь парад. Можем. Надо стараться ни в коем случае не уснуть. Через полминутки самоделкин и карандаш крепко спали на мягкой траве. В эту минуту разбойник Дырка, злой, как побитая собака, вышел из метро. Ах, 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 негодяйчики, куда же вы сбежали, маленькие негодяйчики? Он стал разглядывать асфальт, но нигде не нашел никаких следов. Первые утренние прохожие с удивлением смотрели на разбойника, поэтому он поспешил улизнуть в кусты небольшого сквера. Под густыми деревьями на зеленой траве спали карандаш и самоделкин. Ух, вот они! Готовенькие лежат, как на тарелочке. Ну, хихихихи. На этот раз не проведете меня. Вы спейте, спейте, голубчики, спейте. Баньки, баньки. А ночь настанет, и я вас разбужу. Только вы не проснулись раньше времени. Ах, буду им песенки петь колыбельные. Баньки, баньки. Баньки, баньки. И волка съели, заиньки. Ну? Хе-хе-хе. Ах, 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 ах. Вы спейте, спейте, голубчики, спейте. Баньки, баньки. Зайки послушали. И медведя скушали. Представьте себе, представьте себе. И медведя скушали. В городе забили барабаны. Заиграли серебряные трубы. На улицу вышли отряды мальчиков и девочек. С ними рядом ехали нарядные грузовики с надписями на боку для металла. Начался большой поход. Раскрылись окна в домах. На балконах появились принаряженные старушки. Бен, ко мне зайдите, ребята. А у вас чего? Да у меня чайник старый, он же не чинится. Хорошо, сейчас зайдем. Давайте, давай. Подумаешь, удивилась. У меня самовар. Держи, ребята, я вам его на веревочке отпущу. Бен, мальчик, ко мне зайди, ко мне. У меня корыто. А вот такая квартира. Горожане сами выносили разные ненужные металлические предметы. Ребята складывали в грузовики дырявые сковородки, худые чайники, старые велосипедные колеса и многое-многое другое. На городской башне часы пробили двенадцать. Большой оркестр заиграл веселую музыку. По весеннему проспекту, стройными рядами, пошли юные техники, юные мастера. Между ними шел маленький прутик, нарисованный мальчик. Ребята несли модели самолетов, ракет, спутников, кораблей, машин, комбайнов. Тысячи самых разных моделей. Горожане с балконов кричали «Ура!» и кидали цветы. И все видели плакат, который нес маленький прутик. «Во что бы то ни стало, найди кило металла!» А самоделкин и карандаш в это время спали, не видели прутика. Над городом полетели воздушные шарики, голубиные стаи. На площади, на высокую трибуну поднялись победители праздника. Три веселые девочки и три веселых мальчика. Им подарили велосипеды и фотоаппараты. «Ура! Ура!» – закричали все. В это время карандаш открыл глаза. Ой, какой страшный сон мне приснился. Это не сон. Мы в плену. В плену, в плену, голубчики. Не шуметь, а то полить буду. Пиф-паф! И ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А что же нам делать? Где наш прутик? Он без нас пропадет. Праздники почему-то всегда проходят быстро. Наступил вечер. На улицах веселые горожане пели песни, танцевали, покупали мороженое, конфеты, шоколад. И в это время по самым тихим пустынным переулкам брели два печальных друга и один веселый разбойник с большим пистолетом. Самоделкин шел и все время думал, как спасти карандаша волшебного художника. Но пистолет, огромный пистолет, самый храбрый, самый сильный человек на свете, боится пистолета. Самоделкин тоже боялся. Они вышли на тихую набережную, к берегу реки, туда, где стоял трехмачтовый корабль-прутик. А что было дальше, я расскажу в следующий раз, если ты поможешь мне, придумаешь, как спасти волшебного художника и железного человечка. Я надеюсь, что ты что-нибудь придумаешь и нарисуешь картинки про все, что придумал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Мой маленький друг, здравствуй. Мы остановились на том, как разбойник по кличке Дырка ведет самоделкиной карандаша на пиратской корабле. Ведет, размахивая большим пистолетом. И я просил тебя придумать, как спасти волшебного художника и железного человечка. Ты помнишь? Да-да, я слушаю. Кто говорит? Валя. Меня зовут Валя. Только я мальчик. Валя? Скажите самоделкину, чтобы не боялся. Он железный. Разбойник его своей пулькой не пробьет. Спасибо, Валя. Спасибо. Ты просто молодец. Я сейчас побегу. Я скажу самоделкину, чтобы он... На улице появилась какая-то машина. Ах, это поливальный автомобиль. Он поливает чистой холодной водой, мостовую, тротуары, кусты, деревья. Разбойник, увидев машину, сделал вид, как будто бы он совсем даже не разбойник, а так себе гуляет и все. А Карандаш и Самоделкин, спасаясь от него, бросились к автомобилю. Но водитель подумал, ну и народ, эти мальчишки, даже по ночам лезут в мои фонтаны. Подумал и уехал. Маленький художник и железный человечек насквозь промокли. Подожди, подожди, я нарисую полотенце, и тебя надо высушить, а то заржавеешь от воды. Ой, как ты плохо выглядишь. Ты, наверное, заболел. Это я нарочно бежать не хочу. Я знаю, что надо делать. Я стану драться. Я им покажу. Я им оставлю шишек. Я самый храбрый. Я самый сильный. Вот увидишь. Самоделкин так воинственно размахивал руками, что разбойник дырка струсил. Но в эту минуту сюда прибежал пират Бульбуль и с ним кусачья собака Клякса. Ага, попались, голубчики. Вот как стукнул, как брекнул. Пиф-пафой-яй-яй. Ах ты, ах ты, бородатый веник. Поги сюда. Я сделаю твою бороду лысой. Что? Стукни его. Стукни, хорошенько. Но железный человечек не дрогнул. Он зазвенел, он засмеялся, подпрыгнул на своих пружинках и стукнул разбойника железной головой. Дырка шлепнулся на мостовой. Караул! Караул! Победа! Победа! Капитан Бульбуль заревел от боли и грохнулся на мостовую. Но ржавеющий Самоделкин тоже не устоял на ногах. Все покачнулось перед его глазами. Мохнатая собака Клякса тяпнула его за ногу. Победа! Самоделкин заскрипел всеми своими пружинками, а хитрый разбойник Дырка незаметно вынул из кармана магнит, который он однажды украл в магазине игрушек. Протянул магнит к Самоделкину и железный человечек упал, потеряв сознание. Он прилип к магниту. Железная колотушка. Надо связать его. Гадкий железный мальчишка. Мы бросим тебя туда, где водичка бежит, в речку бросим. Он утонет и никогда не будет нас колотить. Не трогайте Самоделкина, пожалеете Самоделкина. Как бы не так. Ишь, чего захотел? Разбойник Дырка тянул Самоделкина к решетке водостока. В каждом городе на мостовой бывают такие решетки. Туда сбегает вода после дождя. Отчаянный карандаш бросился на вооруженных разбойников. Он плакал, он кричал и брыкался, но разбойники связали его. Потом они бросили Самоделкина в водосток, а карандаша запихнули в мешок и унесли. Неужели погиб железный человечек? Простите меня, я не могу больше рассказывать. Я выключу микрофон. Я не скажу больше ни слова. Кто это идет по улице? Кто насвистывает, кто грохочет и гонит по улице урну для мусора? Удар! Еще удар! Я не хотел ни о чем рассказывать, но в переулке вдруг появился мальчик по имени Веня Кашкин. Веня был не в духе, но аппарат его не пригласили. Он тоже собирал металлический лом. Сначала подобрал на улице урну для мусора, но ему сказали, это не лом, это очень полезная вещь. Но Веня дослушивать не стал. Он плюнул с досады в эту самую урну и погнал ее по дороге неизвестно куда. Ты во всем виновата. Я тебя гвоздиком продырявлю и скалашмачу, потом сдам как металлический лом. тогда никто не скажет, что ты полезная вещь. Ха! Удар! Веня с грохотом приближался к тихой набережной. Урна грохнулась о решетку водостока и Веня увидел самоделкина. Мальчик просунул руку за решетку и вытащил самоделкина вместе с магнитом. Да-да, железный человечек не упал в воду. Магнит прилип к металлической решетке и самоделкин повис на магните. Под ним бежала вода, но самоделкин так заржавел, что ничего больше не видел и не слышал. Железка! Металлический лом! Я сам нашел! За это мне дадут велосипед, а еще фотоаппарат! Все лопнут от зависти. Побегу на площадь победителей. На площади победителей Веня гордо вошел в штаб юных техников и протянул свою находку. Вот! Молодец! Молодец! Похвалили Веню. Ты принес какие-то непонятные ржавые детали на металл крепкий настоящий. в переплавку. Где тут у вас фотоаппараты? Аппаратов больше нет. Ладно. Давайте мне скорее велосипед, а за фотоаппаратом я завтра приду. Все велосипеды мы роздали нашим победителям. Ты принес один килограмм девяносто граммов железного лома, а первый победитель собрал двадцать один килограмм. Подумаешь, двадцать один. Веня ушел с пустыми руками. По улицам, гудя моторами, проехали грузовики с надписями на кузовах для металла. Грузовики ехали на другой конец города. Там, на площади Столивара, всю ночь работал большой завод. На этом заводе стояли каменные огромные печи. В этих печах варили металл. Он был горячий как пламя, жидкий как сметана. Он таял как мороженое на плите. К печи подошел Столивар. Так его назвали потому, что он умел варить любую самую твердую сталь. Он поглядел на расплавленный металл через темное стеклышко. Ну что ж, все в порядке. Столивар слушает. Зайдите пожалуйста на склад. О. Посмотрите какой металл нам прислали ребята. Хорошо. Кончится моя смена, я обязательно приду. Здравствуйте, Иван Васильевич. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, показывайте ваш металл. Так что ж, вот смотрите. У-у-у, а что отличный металл прислали ребята. Отличный, молодцы. Да уж, молодцы. Постойте, постойте. Что это за машинка такая смешная? Где какая машинка? А вот, вот, смотрите. Ах, вот это? Я сам не понимаю. Пружинки какие-то, винтики. Странная машинка. Странная. Ну, раз уж она попала к нам, значит, она больше никому не нужна. Такая ржавая. Надо ее расплавить, а из металла сделать какую-нибудь полезную штуку. Постойте, постойте, постойте. Она похожа на человечка, вам не кажется? Да, да. Посмотрите. В самом деле похожа. Вы знаете, Иван Васильевич? Да. По-моему, это игрушка. Ну, да, да, испорченная игрушка. Конечно, игрушка. Знаете что, подарите ее, пожалуйста, мне. Зачем? Мой сын Тима стал юным техником. Я думаю, он обязательно починит эту игрушку. Ну, так что ж, пожалуйста, берите. Но вашему сыну придется много поработать, чтобы ее починить. Чего? Ему это будет полезно. Он хочет стать мастером. Нет, нет, самым настоящим, а не просто так. Ну, конечно, конечно. Спасибо, Иван Васильевич. Да не за что. До свидания. До свидания. До свидания. Сталевар сел на 15-й троллейбус и доехал до уютного переулка. Под мышкой в газете у него был завернут маленький заржавленный металлический человечек. Сталевар поднялся на 6-й этаж и позвонил в квартиру номер 21. Ему открыл мальчик по имени Тима. Здравствуй, сын. Здравствуй, папка. Вот, получай подарок. Металлический человечек. Ух ты! Посмотри, подумай, что с ним надо сделать, как его починить. Ух ты, ну-ка дай, ну-ка дай, папка, ну что? Ух ты, ну надо его вымочь в керосине, почистить, прокрутить плентики, подкрасить, а потом, кого ты принес, папка? Я же его знаю! Это же Самоделкин! Какой еще Самоделкин? Ах, да-да-да-да-да! Ты знаешь, я его не узнал? Мы же с ним видели в зоопарке? Наверное, и случилась какая-нибудь беда. Конечно! Надо его скорее починить. Ай-яй-яй-яй-яй, бедный Самоделкин! Тима вымыл Самоделкина в керосине, почистил наждачной бумагой, так что металлический человечек заблестел, как новенький. Потом вытер Самоделкина чистой тряпочкой, взял эмалевую краску и подкрасил его наряд. Самоделкин стал очень красивым, но металлический человечек не шевелился. Ой, нет, папка, у меня, наверное, ничего не получится. Слушай, пап, а я сбегаю во дворец юных техников и приведу сюда знаменитого Карандашкина, прутика. Он такой знаменитый мастер, он починит. Э, нет, подожди. Мы лучше сами отнесем туда Самоделкина. Мастеров, конечно, там немало, но, признаться, не очень-то я верю в Карандашкина. А теперь я хочу спросить тебя, знаешь ли ты такие дома, где сами собой бегают ковры на полу, где разговаривают входные двери? Если ты не знаешь, что я расскажу про такой дом. У входа большими буквами написано Дворец юных техников. Тима и Столивар подошли к высокой двери, на которой не было никаких ручек, но дверь сама распахнулась перед ними. Она была автоматической. Дверь вежливо сказала Добро пожаловать. В огромном зале висел портрет знаменитого Прути Карандашкина. В левой стороне зала несколько ребят возились у непонятной машины, стучали, подкручивали, сверлили. Потому что просверлили. Не просверлить надо, да. Вот, пожалуйста, посмотрите, мы делаем автоматический гардероб. О, молодцы, молодцы, ребята. Он сам будет снимать с гостей пальто и галоши. Нравится? Очень. Очень нравится. Ребята, а вот мы с Тимой принесли к вам железного человечка. Да, ребята, он испортился, надо починить его. Кто из вас это может сделать? Ну, против Карандашкина. Конечно. Карандашкин такой знаменитый мастер. Да, вы разве не слышали? Слышал. Ну, он смастерил такой кораблик, лучше его никто не сделает. Хорошо. А вы не сможете мне позвать этого Карандашкина? Что вы? Придется подождать. Да, придется подождать. Карандашкин очень занят. К нему пришли представители фабрики мороженого по важному делу. Он дегустирует эскимо под названием прутик. Новое мороженое. Да, это очень важное дело дегустировать новое мороженое. Очень важное дело. Но, ребята, мы все-таки просим позвать пруть у Карандашкина. Да. Понимаете, с металлическим человечком случилась большая беда. Ребята, ну, надо починить. Ребята нажали какие-то блестящие кнопки на стене, на экране телевизора вспыхнуло изображение. Все увидели комнату, в которой сидел прутья Карандашкин и уплетал мороженое. Кто меня вызывает? Нужна твоя помощь. Скорая неотложная помощь. Разве вы не видите, я занят. Ну, извини, пожалуйста, но дело серьезное. Без тебя обойтись никак нельзя. Ну, если так. Ладно, я зайду на минуточку. Он вошел не торопясь, как полагается входить знаменитому человеку. Ну, в чем дело? Пожалуйста, почини железного человечка. Прутик взглянул на Самоделкина и бросился к нему со всех ног. Самоделкин? Ой, Самоделочкин, почему ты не прыгаешь? Ой, кто тебя сломал? Не плачь, не плачь, надо починить, он расскажет, кто его сломал. Я не могу починить, я не умею. Почему? как это? Я ничего не умею. Кораблик мастерил не я, кораблик мастерил он Самоделкин, бедный Самоделкин. Успокойся, успокойся, прутик. Знаете что, ребят, не будем терять времени. Ну-ка скажите, а кто сможет починить железного человечка? Мы, мы, я попробую. Хорошо, отлично. А ну-ка, берите инструменты. Дай мне вот эту, что будет здесь. Вот, подождите, мне кажется, надо проверить еще раз винтики. Винтики? Ну-ка, подвергнусь. Вот так. Сюда, вот так. крути. Проти. Ой. Дима. Отлично. Как вы сюда попали? А где разбойники? Какие разбойники? Где карандаш? Ну, что? разбойники погубят карандаша. У них пистолеты. Они захватили корабль. Подождите, подождите, подождите. Какие разбойники? Какие пистолеты? Морские разбойники, буль-буль и дырка. А, понятно, понятно. Бедный железный человечек начитался книг про шпионов и про разных морских разбойников. Спешите, спешите на тихую набережную. Спасайте карандаша. Спасайте. Пожалуйста, спасите папу карандаша. Папа, папа, выручай. Торопитесь, не опоздайте, не опоздайте. Корабль с черным разбойничьим флагом на корме, уходит в далекое плавание. В тесной каюте сидит связанный по рукам и ногам пленник. Он печально смотрит в корабельное окно, на воду, который так боялся храбрый самоделкин. Разбойники... Миленький карандашечка, мы тебя очень-очень просим. Нарисуй нам пирожное, мороженое, конфеты, кофе и какаво. Фу! Рыбки солененькие и бочонок этого котела. Ну, 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 котела, ну. Я ничего не стану рисовать. Вы погубили самоделкина. Я умру, но рисовать ничего не буду. Не будешь? А вот я тебя как стукну, а вот я тебя как брякну. Рисуй, тебе говорят. Как не упрашивали разбойники, как не грозили, карандаш не сказал ни слова. Парусный корабль уходил в далекое плавание. На корабельной палубе стоял бравый капитан с рыжей бородой в тельняшке с большим пистолетом за поясом и командовал. Поднять паруса! А есть поднять паруса! Поднять паруса! Поднимаю, поднимаю. Он командовал так двадцать шесть раз. По мачтам лазил босоногой злой матрос дырка. Он пыхтел, сопел, ругался. Он поднимал паруса вот уже два с половиной часа и теперь возился с последним парусом. Рабочие, которые строили на берегу новый дом, остановили подъемный кран для того, чтобы покурить. Каждому интересно было посмотреть, как поплывет корабль. Но вот последний парус надулся ветром. Корабль вздрогнул и медленно стал отходить от берега. И тут на пристани появились Тима, Столевар, Самоделкин и Пруть. Стойте! 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 Задержите! Задержите их! Они же... Это же разбойники! Слышите! Оказывается, это разбойники! Настоящие разбойники! Здорово! Подождите! А где же... Где же карандаш? Кажется, он там. Уважаемый, уважаемый продавец плавающего магазина, заведите, пожалуйста, мотор. Догоните их! Я постараюсь. Эх, но у меня в моторе неполадки. Что же делать? Боюсь, я не сразу налажу мотор. Свиданица! У-гу! Мы разбойнички, души, губчики, чики-брики, караба, капас! Если нам попадетесь, голубчики, будет жалко нам бедненьких вас! ой, как жалко нам летних вас! Что же делать? Плак же, я их ведь не догоню. Эй! Эй, товарищ, на подъемном кране! Достаньте, пожалуйста, корабль краном! Подцепите его! Подцепите, пожалуйста! Корабль отходился дальше и дальше, но к великому ужасу разбойников длинная стрела подъемного крана протянулась над водой, зацепила крюком за верхние канаты и подняла корабль, как перышко. Разбойники заметались по палубе, запрыгали. Караул! Корабль! Безобразие какое! Корабль качнулся и разбойники полетели за борт в рычные волны вместе с черной кляксой. Морской разбойник знаменитый пират оказывается не умел плавать. Человек заборкал! Это закричал усатый дядя, похожий на моряка. Он мгновенно прыгнул в речку спасать утопающих. Корабль спустили на берег. Самоделкин вскарабкался на палубу, Столевар снял замок с дверей каюты, в которой сидел пленный художник, и Самоделкин вбежал в каюту и долго не показывался. Вот разбойников мокрых и жалких вынесли на берег. Усатый дядя, похожий на моряка, держал их за шиворот, как щенят. Подъехал на мотоцикле милиционер. Позвольте, позвольте. Эти самые разбойники. Мы нечаянно. Мы больше не будем. А что вы не будете? Грабить не будем. Отлично. И чем же вы станете заниматься? Ничем. Ничем. Так не пойдет. У нас нельзя ничем. В нашем городе нельзя ничем. Работать надо, граждане разбойнички. Работать. А мы не умеем работать. Не умеем. Первый раз вижу таких людей. Неужели вам не скучно? Вы что-нибудь умеете? Я умею командовать. Лево руля, право руля, полный вперед. А я, я, я умею подглядывать, выслеживать и выслушать. пригодится ни то и ни другое. Нечего нам выслеживать, нечего высматривать. Да, это же просто невероятно. Посмотрите на этих мокрых людей, они, кажется, ничего не умеют делать. Позвольте, позвольте, я городской садовник. Он умеет выслеживать и высматривать. Это как раз то, что нам нужно. Разбойник, простите, пожалуйста, бывший разбойник. Бывший разбойник будет выслеживать, вынюхивать жуков, караедов, гусениц и прочих вредителей. Очень полезная работа высматривать жуков, караедов и прочих вредителей. Но я продавец плавающего магазина и мне как раз нужен помощник. Этого подмокшего моряка, горе-капитана, бывшего пирата Буль-Буль. Полный вперед! Я беру в наш магазин, а магазин мы устроим на парусном корабле. из каюты корабля. Наконец-то вышли два маленьких друга. Самоделкин смеялся от радости. Веселый художник махал всем ребятам рукой. Да здравствует храбрый Самоделкин! Да здравствует карандаш самый волшебный художник на свете! Через несколько дней на самой красивой площади города каждый мог увидеть огромный плакат. Ребята, было сказано в плакате, кто хочет научиться рисовать волшебные картинки, поступайте в новую школу карандаша и Самоделкина. Школа открыта у площади Романтикуш на мечтательной улице. В этой школе вас научат рисовать любые волшебные картинки. Дома, которые вы нарисуете на бумаге, вырастут на самых красивых зеленых улицах. В домах станут жить веселые хорошие люди. Они будут ездить в автомобилях, нарисованных вами. Они будут носить одежду, нарисованную вами, ходить в театры, нарисованные вами, ходить в новые школы. Вот так кончается наш рассказ о маленьком волшебном художнике и о храбром железном человечке, который был самым обыкновенным железным человечком, но умел многое делать не хуже настоящих волшебников. Кстати, волшебники говорят, кто все делает сам, тот обязательно становится волшебником. Используя Лед